ну что друзья значит он сделал распечатал анкету до 160 инструкцию а где квитанция на оплату паспорта фотографии положенные и квитанция на оплату флаг посольца сша united states of america и вот такая очередь нет более какие-то документы смотрите как был процесс и всего лишь распечатанная анкета по прохождением где-то это 160 допущена за 160 все так и зашел внутрь и что было зашел меня сразу еще проверили на металлодетекторе помните ребята ничего нельзя брать с собой вообще ничего даже мобильный тоже сдают дальше потом получается мы зашли в маленький парк такой нас там проверили еще раз документ так то можно было посидеть посчитать книжечку потом на всех позвали в одном помещении мы там снова прошли снова пробили свой паспорт и стрит-код далее отпечатки пальцев стал в очередь стоял в очереди скучно кто-то постоянно плохо пахло плохо пахло да это у кого-то тоже желудком проблема когда волнуется нормальный но у меня на самом деле что хорошо не было такой мужчинка с бородой старичок и он как бы начал с того что у меня занесло сюда в перу и закончил на этом тоже то есть действие было проверили анкету зашли сняли отпечатки прождал в очереди подошел кошка много окошек было или ты сидел стоял на мы стояли все время поэтому мне же 7 окошек да то есть по очереди вы просто подходили к окошку и все они где-то примерно 5 из них работало да и как бы людей получит отдала какую-то бумажку или там не дал бумажку после извините ваши 160 долларов остаются стасим бюджет 170 да просто нам дороже но остаются бюджет страны да вот этот мир дорогой прости ну так друзья так а что спрашивал то есть расскажу как у меня дела да как долго я путешествую как долго планирую путешествовать что я планирую дальше но сейчас что-то все-то он там прахневingly спрашивал откуда мне деньги путешествовать по сша od personnel с доходами работает столько лет я работаю school а потом я спросил почему не подinenесь в украине я сказал потому что он я леневый потреб groups но это последний момент когда уже можно она не подаваться дальше уже не подтянуть но и как-то он так сказал, что извините, но потому что вы подаетесь не в своей стране, и мне сложно собрать информацию, пыры-пыры, и мне сложно понять, я вынужден вам отказать но все это было разговор на английском? ну да, но он еще быстро говорил в конце, потом когда мне он отказ сделал, но я вил бумажку, и то, что он мне паспорт не забирает, то все я так понял и что он якобы, если ты в своей стране, то был бы больше шанс, типа такой намекал? ну, как-то типа так, но он мне не намекал, но вот он спрашивал, типа, откуда деньги, там что-то по Америке путешествия, сколько ты планируешь еще путешествовать дальше? вопросы, твои ответы, они соответствовали как-то? ну то есть, если бы ты по-другому начал отвечать, могло бы это что-то изменить? может ему что-то не понравилось в ответах? ну, может ему последний ответ не понравился, что я типа ленивый ну, если ленивый, наоборот, в США ленивые не работают в прошлом меня работал ли я в путешествии, я его не понял, говорю, как это? типа, работали, говорю, я не вижу в этом смысла, я не работал в путешествии или я буду работать украине ну в принципе что есть правда я не работал не в европе потому что проблематично а здесь не вижу смысла потому что здесь мало платят но ты же не объяснял нет понятно но я просто сказал что типа я не 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 работал я не вижу смысла работать друзья попробуем подвести итоги что надо говорить что не надо говорить в первую очередь я бы сказал то что вам надо сказать что у вас есть девушка которая учится например университете она где-то на втором третьем курсе обязательно хотите к ней вернуться а лучше всего что вы живете гражданские брака поэтому есть у вас есть кольцо какой-нибудь повесить его на руку пусть это будет как оказаться потому что в сша это нормально когда живете гражданским браком следующий пункт что я рекомендую говорить это то что у вас есть недвижимости что вы живете один что у вас есть машина у вас есть какой-нибудь мотоцикл ну очень подобное такое конечно желательно вам говорить о том что вы приходите прибыть в сша и пробыть там всего лишь может быть неделю-две нежелательно говорить хоть например моем случае Когда я подавался на визу, я сказал, что я пойду в кругоседное путешествие И сам мужик спросил, сколько вы хотите пребывать в США На что я ему ответил, что не знаю Он сказал, ну 2-3 месяца вам хватит, я сказал, да Еще один из пунктов, то, что нежелательно говорить о том, что вы путешествуете Или поехал в кругоседное путешествие, это не есть хорошо Но на самом деле я так сделал и мне дали визу, самое что интересное Но такое вот видите бывает, а Игорек сказал о том, что он путешествует 5 месяцев И также у человека был вопрос по поводу того, что откуда у тебя есть деньги Поэтому еще один из пунктов, вам надо показать и сказать И быть уверенным в том, что у вас есть пассивный доход В том, что вы где-то работаете, но вы можете уезжать Или у вас есть бизнес Как я в своей анкете указывал, что у меня есть бизнес Опять же, нигде я не чистился в этом бизнесе Я не мог никак подтвердить, кроме моих формальных документов Которые никто не просил, когда я заполнял только анкету Я указал, что у меня есть свой бизнес, у меня есть кофешок Никто не мешает вам то же самое сделать или подобное, друзья Вы должны быть очень уверены в себе Стоять спокойно, рассказывать, объяснять Лучше всего эту легенду потренироваться перед зеркалом Перед тем, как вы будете говорить Вы не должны отходить от вашей анкеты Если вы в анкете написали, что вы едете в туризм на неделю, на две А тут вы говорите, что я может задержу чуть больше Это уже не совпадение Если вы указали в анкете, что вы зарабатываете тысячу А вы говорите, что я зарабатываю две тысячи Это не совпадение Американский консул думает о том, что вы хотите эмигрировать в США Поэтому ваша задача доказать, что вам это не надо Что не получил я везу, но фиг с ней В любом случае будете волноваться И в любом случае что-то может пойти не так Естественно, я бы рекомендовал еще также быть опрятно одетым Потому что все-таки внешний вид также дает вашу уверенность Когда вы пришли там в шортах И они, конечно, не конкретно Ну и, конечно, в шортах не ходите Лучше в рубашечки или в джинсиках типа того Так что, ребята, удачи Я надеюсь, это видео было вам полезно Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому